Привет в нашем веселом депрессивном кружке «Здравствуй будущее», который уже сейчас с нами. Я завел рубрику, где троллю человечества рассказываю о том, какие технологии идут к нам навстречу и как они будут менять нашу жизнь, каким это приведет последствиям для каждого из нас. Сразу предупреждаю, что оптимистичного конца в трейлере у этих триллеров не ожидается. Я здесь рассказываю в этой рубрике одну новость и пытаюсь рассказать ее значение в том контексте, историческом, технологическом, общественном, социальном, в котором все это разворачивается. И вот эти все бабочки, они стартанули из Бразилии, улетел там по бабочек, и она летит сейчас к нам. И вот я про этих бабочек буду новым Набоковым. Набоков из будущего, про будущее. Он бабочек собирал, все знают, да? Ну ладно, он собирал бабочек, а я буду рассказывать вам о технологических бабочках. Итак, Черное зеркало с Андреем Курбатовым и сегодняшняя новость. США против Google. Сразу с 50 штатов и территорий США начинают атаку на Google. Инициировано масштабное антимонопольное расследование, которое для начала затронет главный источник заработка компаний, выручку от рекламы, которая приближается к 50 миллиардам долларов в год. Антимонопольное расследование в отношении Google поддержали 50 штатов и территорий США, все кроме Калифорнии и Алабамы, их понять можно, и возглавит его генеральный прокурор Техаса, в общем, чтобы тут еще удивлялся, Кен Паксон. Выступая на ступенях Верховного суда, он подчеркнул, что сейчас Google доминирует на двух рынках. Реклама – это только начало на рынке рекламы и на рынке поиска. Дальше много всяких разных аналитиков высказывается на этой поиске. Мы с вами находимся на канале YouTube. Канал YouTube принадлежит Google, ну, точнее, как мы, альфабет, который относится к Google. И, в общем, короче говоря, возможно, и YouTube тоже объявят скоро какой-то монопольным транслятором видео, и здесь нас ждут сюрпризы. Значит, ну, на самом деле, я про это уже говорил и предупреждал. В книге «Четвертая мировая война» я рассказывал один из сценариев, как очнувшиеся не очень умные политики. Политики, в принципе, не могут быть очень умными, потому что они живут во времени, в которое уже как бы... Сейчас просто время бежит так быстро, что они, в принципе, они как бы их уже избирают, они уже опоздали. Вот. И я в книжке рассказывал, как Цукерберг давал Сенату США комментарии по поводу, конечно, аналитики, там всего этого безобразия. Вот. И как свидетели всего этого действия рассказывали, что у них было полное ощущение, что сенаторы, в принципе, они еще, видимо, даже мобильных телефонов года не видели. Вот. И до сих пор говорят по проводным. Ну, или по вертушкам. У них есть вертушки, интересно. Нет? Вот. И... Да. Ну, и просто дети малые. И вот сидит Цукерберг, парень, который, ну, как-то, сделан одну из мощнейших империй современного мира, и им на пальцах рассказывает, ну, вот, знаете, есть интернет, там по нему учет передается. Вот. Сами мы людьми местные и так далее. Вот. Вот. Но понятно, что за этими фиговыми листами, как сказать, которые представляют правительство, стоят значительно более мощные ресурсы. Это, прежде всего, различные силовые ведомства, ЦУ, РУ, ФБР и прочее, прочее, прочее. Вот. И за ними стоят, конечно, разные технологические конкуренты, компании, которые сейчас, ну, как бы, потеснены всеми этими новыми гигантами, Амазонами, Гуглами, Фейсбуками, Эпплами и так далее. В общем, короче говоря, там, конечно, своя свара со своими делами. Ну, вот. Но это важный прецедент. То есть государство поняло, что Соединенные Штаты, что у него есть, наконец, настоящий конкурент. Значит, что такое, там, Гугл, что такое Фейсбук, что такое Амазон и так далее. Это новые государства. Эти новые государства, в которых формируются свои институты, свои программы лояльности, свои, как бы, какие-то социальные группы, свои и так далее. То есть это такой новый способ организации людей. Он трансграничный, он абсолютно демократический, он весьма и весьма свободный. Действует очень ограниченный набор каких-то вещей, которые все это дело ограничивают, как нам случатся. Вот. И, да, и вот, собственно говоря, прецедент. Значит, понятно, что претензии не по поводу рынка рекламы. Я понимаю, что, конечно, какие-нибудь телекомпании возмущаются, что львиная доля сейчас рекламных бюджетов стала уходить от телевизионных вещателей, типа всяких CNN, BBC и так далее. На BBC нет рекламы же, да? Вот. Или есть. Вот. Да. Ну, в общем, львиная доля рекламы начинает уходить в интернет. И, соответственно, как бы здесь есть экономический подоплек. Но в сущности это, конечно, борьба с гигантами, которые владеют колоссальной информацией о людях. Вот. Информация всегда управляла миром. Точнее, миром всегда управлял дефицит информации, да? Тот, кто обладает какой-то информацией, всегда выигрывает. И тех, кто соответствующей информацией не обладает. Вот. И теперь государство, которое раньше обладало значительно больше информации о гражданах, вот, обладает меньше информации о гражданах, чем обладают эти гиганты. И, по сути дела, возможности манипулирования, там, массового сознания, возможности манипулирования, принятия решений, вот, они увеличиваются. В целом, у Фейсбука, и у Гугла, и у Амазона это технологические компании. У них не стоит задачи заниматься политикой в привычном виде этого, в привычном смысле этого слова. Они, как бы, не являются конкурентами-конкурентами государств. Вот. Но их сила, их вопрос влияния, он такой высокий, что государства больше не могут игнорировать эти цифровые государства на своих территориях. Вот. Они пытаются с ними установить какой-то порядок отношений, при которых вот этот вот дефицит информации не будет. То есть он, то есть этот дефицит информации будет не в ущерб государству. И, собственно говоря, все, что делалось с Фейсбуком и с тем, как чехвостили Цукерберга, вот, значит, здесь это ровно то же самое, что сейчас происходит с Гуглом, вот, и это ровно та же самая претензия. И вот здесь риски, потому что если государства не могут передать постепенно технологическим компаниям систему управления, они не могут этого сделать, потому что, в общем, каждый все равно занимается своей персональной жизнью, своим персональным будущим, вот, то вольно-невольно эти технологические гиганты будут вынуждены вступить не в политическую борьбу, а как бы тут все уже, ну, как бы цифровое государство, в котором живет там сколько в Фейсбуке, там полтора миллиарда людей, два с половиной, два и шесть, по-моему, ну, очень много, а в китайских сколько сидит, но это отдельная тема, вот, да, и вот такое огромное государство, цифровое, вот, оно государство и не государство, и дальше его притесняет государство, и вот государство притесняет такое квази-государство, и это квази-государство начинает формировать какую-то свою политику воздействия на реальное государство, и, значит, вот эти вот дураки из Сената, которые будут думать про то как какими-то вот такими способами попытаться вернуть себе то что уже нельзя вернуть нельзя вернуть информацию о нас кому-то ну то есть не государству это не как бы не это не это не работающий как так так не может быть на приватизация гугла кажется мне общем достаточно не привязация национализация гугла кажется мне достаточно забавной перспективы для америки вот и но очевидно что это будет невозможно люди будут сопротивляться в общем ну в общем черные лебеди опять спорхнули бабочки полетели на боков плачет да и да и соответственно вот сейчас мы идем в конструкцию вот формирование новой политики политики где игроками становятся не избиратели и с разными идеологическими взглядами которые поддерживают разные разные эти ну там партии или там идеологии там неважно вот игроками становятся государства как государственные машины вот и квази государства которыми являются технологические компании вот и как это будет происходить сейчас вообще на самом деле очень сложно гадать вот но просто мы должны сейчас понять что мы приобрели множественное гражданство у нас есть гражданство тех государств которых моим в которых мы имеем паспорта вот и у нас есть паспорта видеоаккаунтов которые мы имеем в соответствующих системах google facebook amazon и так далее так далее так далее apple вот и это вот новая реальность поздравляю вас с множественным гражданством вот на какой-то линии фронта вы обязательно почувствуете это столкновение и в какой-то момент нам будет нужно думать что такое наша родина и этот вопрос становится теперь все более и более таким метафизическим я вам должен сказать цифра цифра метафизика новая идея для нашего черного зеркала рад был с вами повидаться надеюсь вы тоже меня вынесли вот если вынесли пишите в комментариях оставляйте информацию про какие новости вы там где-то знаете технологические которые вас будоражит вот и может быть что-то из этого подтолкнет меня на какие-то еще пространные рассуждения готов к вашей критике очень конструктивный и злободневный пока пока